Ребята, мы возвращаемся на трансляцию Org's Cup. Прошла неделя и вот опять у нас Valorant. И вот опять, я надеюсь, красивый Valorant. Итак, сегодня для вас комментирует Игорь Хеликс Мещеряков. На камере будет сидеть Алексей Вождь Тихомиров, Михаил Буран. У нас режиссер трансляции Бессменный, магистр оверлеев. Руки и ноги проекта Евгений Лэфтап Косинчук. Егор Вариан у нас глава проекта. И мы вот-вот начнем противостояние команд Malik и команды Vertex. Команда Malik это, получается, европейская команда. Ребята принимали участие во множестве как раз европейских турниров. Они засветились на Valhalla Invitational, кстати говоря. Правда, там, по-моему, не особо далеко прошли. Но, тем не менее, инвайт получили. И, в целом, достойные ребята на разных отборочных, разных турнирах. Они тоже пересекались со всеми нашими, там, известными нам командами по типу Сайдстеп, Акацуки, еще, я не знаю, кто-нибудь крутой Фридом. Вот. С ним, с всеми они играли и даже побеждали. И, в общем, в целом, такая достойная тир-2 команда Valorant сейчас. Насколько вообще можно, конечно, да, говорить о тирах. Ну и она будет сегодня бороться против команды Vertex'а за квоту на участие во втором этапе нашего турнира, который, напоминаю, начнется завтра. Призываю всех, кто сейчас сидит на трансляции. Если вы вдруг хотите принять участие в нашем турнире, то переходите по ссылочке, если ее сейчас кинут в чат Твича. Либо переходите в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на нее, если вы еще не подписаны на нее. И, кстати говоря, именно там есть ссылка на регистрацию на отборочный этап нашего турнира. Наш турнир проходит в два этапа. Восемь приглашенных команд будут ожидать во втором этапе, а вот первый отборочный этап закончится на топ-8. И в итоге 16 команд во второй день начнут, чтобы уже побороться за право называться чемпионами Orcs Cup. Итак, Vertex'а команда, которая... Vertex'а команда, которая... Из СНГ. У них очень прикольный логотип. Мне очень нравится их логотип. Я сегодня обратил на это внимание. Вот мало вообще команды на самом деле задаются... Запариваются вообще над логотипами все время. Вот Patti Peretz те же, да? У них просто нет значка. Там везде значок Valorant. Здесь у Vertex'а такой прекрасный логотип. Но прямо ребята хотят, чтобы их подписала какая-нибудь Орга. Ну и посмотрим, достойные ли они. Вот видно, по-моему, Vox'и я комментирую уже. Это GoldBee, но GoldBee играл, по-моему... Слушайте, а где же GoldBee играл? Вот очень часто он залетал на мои трансляции. Очень часто я его видел. Кулите, вот MusicLav. Пришел Кулите, MusicLav. Вот, очень часто я его видел, когда комментирую. По-моему, он в минус 149 играл. Я прямо сейчас посмотрю, потому что GoldBee прямо чел, которого я вижу на каждом нашем еженедельном турнире. Секундочку. Ликвипедия волшебная есть. А, ну да, я молодец. Я просто выключил себе микро, вот. Потому что, да, у меня на клавишах AppSlock он стоит. Неважно. Тем временем посмотрим, где же играл GoldBee. Где? Итак, RealKPee, это получается в ASAP. Да, GoldBee, бывший член команды... Нет, на бустах. На бустах, точно на бустах. Получается, он же играл в Колян, в Коляс, точнее, команде. Вот, понятно, почему я его так много помню. Но на бустах, к сожалению, сейчас уже не существует. По крайней мере, под этим тегом ребята в другом составе сейчас под другим названием играют. Но вот GoldBee засветился. На бустах, я напоминаю, команда, которая победила у нас один из турниров еженедельных. По-моему, второй или третий. Третий, наверное. Да, на бустах у нас третий турнир забрали. Где в финале одолели команду Шериф. И тогда на бустах еще играл GoldBee. Ну и в целом, команда, которая играла, по-моему, у нас на первом шоу-матче против команды ASAP, проиграла, конечно, но одну карту забрала. Там 2-1, неплохое было противостояние. Ну и посмотрим, как здесь. Получается уже второй шоу-матч на Org's Cup в карьере GoldBee. Ну и посмотрим, посмотрим, как... Ой-ой-ой, Артур, Артур. Что-то... А здесь что-то странное, потому что... А, это твич у него, Артур, Артур. Вот я его и спалил. Что Мэйсон, это Артур, Артур, который тоже играл и в на бустах, и в коляс. Коляс команда, которая у нас первые турниры, наши по Org's Cup, еще до деления на 2 этапа проходила каждый раз в плей-оффы, там, в 1-8 точно. И вот Артур, Артур был такой очень агрессивный вайпер, который очень любил выходить на мид на Хевене в соло. Ну и действительно тоже много делал этот игрок. Сейчас с новым ником, Мэйсон, но я его спалил, Артур Лебедев. Я тебя помню. Итак, Артур, Артур, GoldBee, ребята, сейчас играют под тегом Vertex. Vertex при этом до этого назывались Radiant, насколько я помню. Да ведь? И... Да ведь, Бурант, не знаешь? Да, и вот. И, в общем-то, сейчас Vertex с невероятным своим красивым логотипом будут сражаться против Malik. Мы начинаем, ребята, смотреть уже карту. Сейчас вот-вот мы посмотрим. Так, первый раунд. У нас команда Malik начинает в атаке. Команда Vertex в обороне. И здесь видно, что Malik уже готова заходить на Point 8. Итак, Летти ждет своих оппонентов. Пока что большое количество смоков мешает ему видеть, куда-куда же движутся его враги. Тем временем Девил уже заходит на рампы. Здесь у Раска могут быть проблемы. Раск пока что довольно-таки с его выиграет. Не выходит пикать. Итак, Девил под раскидку. Готовится пропускать своих тиммейтов. Раск отступает назад. Сейчас ему нужна будет помощь на рампах. Но ребята из команды Malik на самом деле довольно медленно заходят. И вот Девил видит своего оппонента на девятке. Летти, какая неприятная слепа. Разбирается он с ней. Сейчас, однако, Флэнд вроде как занят ребятами из команды Malik. И Девил выходит под смоук. Прошу прощения, под флешку. Разбирается с Летти. Однако Летти, неплохой шот с Гоуста. Девил минус 2. И в живых уже 3 игрока. Команда Вертекса. Девил ставит спайк. Тем временем ребята из Вертекса на самом деле в неприятном положении. Здесь Вокси жив. В живы еще 2 его тиммейта. Джонни уже пытается разобраться с игроком команды Вертекса. И вот минус... Ой-ой-ой, и Голдби и Вокси отлетают. Сейчас в живых только Мэйсон. Ну и здесь, да. Шансов было мало. Шансов было мало уже в конце Вертекса. Потому что довольно-таки неплохо разыграли атаку на поинтей ребята из Malik. В принципе, на самом деле, ни на какие агрессивные действия они не шли до того, как прокинуть свои скиллы. И вот, несмотря на то, что обычно пистолетные раунды мы видим очень такими стремительными, даже безбашенными, так сказать. Потому что ребята зачастую просто рашат, просто пытаются на размены сыграть, потому что воспринимают пистолетный раунд как такой более-менее рандомный. Здесь Malik показали неплохую игру. Даже вот мы помним на девятку, они под раскидку не сразу выходили. Тем временем, тем временем, Malik уже готовы атаковать с девайсами. На мид, однако, Вокси с Голдби два отличных шота делают. И уже втроем Malik остаются в живых, но они с девайсами и могут разбираться со своими оппонентами. Итак, Дэвил чекает рампы, Мэйсон дает пик по его тиммейту, минус Клауд. В живых только два игрока команды Malik и Голдби уже хочет найти фраги по оставшимся. Ой-ой-ой, что делают вертекса. Итак, есть фраг для игрока команды Malik, минус Летти. Дальше поднимается Сайфер. Клетка прокинута прямо в Бримстоуна. Ну, здесь, да, легкий фраг для Раска. И в живых уже остается только Бридж, только Дэвил на лоу хп. Однако Спайк под контролем у Дэвила, он потихоньку перетягивается на поинт Би. Там его, кстати говоря, уже будет поджидать Мэйсон. И на самом деле у Дэвила могут быть большие проблемы, потому что, в принципе, он на лоу хп. Если он вовремя... Ой-ой-ой, с топором идет здесь последнего игрока команды Malik забирают ребята из вертекса. И на самом деле, браво, остается только поаплодировать СНГ коллективу. Они выигрывают пистолетку, они выигрывают эко-раунд, несмотря на то, что первый в противостоянии они слили. Сейчас уже довольно-таки зубастый закуп на третий раунд имеют. Три вандала с бульдогами тоже абсолютно спокойно можно воевать. И вот у Маликов, разумеется, закономерно ситуация не очень благоприятная. Итак, мы видим, что ребята играют без арморов, что у нас из таких более-менее дальнобойных... Ну, девайсов, которые могут работать на большую дистанцию, есть только Шериф и Юсп. Все остальные с классиками. Сложно будет, конечно, давать какие-то пики ребятам, но они все выходят на поинт-би. На поинте-би сейчас только один игрок. Итак, опорником выступает Мэйсон, и Мэйсон уже готов выходить и давать пики. Сейчас прострелом может просто в лайнап выстраивать оппонентов. И минус два сейчас в живых. Три игрока команды Malik. Ой-ой-ой, ну Мэйсон мог забирать всех, но минус три от Мэйсона. Неплохо он принял своих оппонентов. Это Клауд на лоу-хп. Ребята из команды обороняющихся уже готовы принимать на поинт-би оставшихся. Тем временем Голд-би дает пик по еще одному игроку Malik. И Клауд остается последним в живых. Но здесь, конечно же, просто, чтобы не тянуть время, Клауд решил подпушить через маки. Много бы это в любом случае не принесло, особенно на 30 хп. Тем не менее, ребята из команды Вертекса пока что уже выходят в плюс, несмотря на первый проигранный раунд. Сейчас, тем не менее, у Malik появляется оператор. Неплохо. Devil также с ультимейтом. Отличный ресурс для того, чтобы пушить какой-либо из плентов. И здесь важно просто ребятам грамотно сыграть. В том плане, чтобы не подставиться под оппонентов. В том плане, чтобы... А вот интересно, нету арморов? Нету арморов Увертекса или Табакли? Что реально без арморов ребята играют? Странно, странно, что решили сэкономить именно на этом обороняющиеся. И вот здесь уже платится за это в Оксе. Хотя у него вроде был армор, но тем не менее. Клауд дает пик. Итак, Голд-би принимает своих оппонентов с Бульдогом. Раскидка помешает, конечно, запушить ребятам из Малик. Но они не торопятся, в принципе, неплохо. Они все еще ждут своих оппонентов. Ждут от них каких-то опрометчивых мувов. Итак, Раск на серверный. Пытается прострелить через Макинни. Находит врагов. Отличный ультимейт от Клауда. Сейчас по Раску должно приходиться этот орбитальный удар. И да, Клауд дает пик по вражескому генералу в Голд-би. Неприятная флешка, но Голд-би, в принципе, все еще может принимать своих оппонентов. Итак, они не чекают Голд-би! И первый фраг есть, но Дэвил завершает. Завершает это очень быстро. В живых три игрока команды Малик против двоих. В Вертекса. В принципе, Вертекса все еще могут воевать. И тут Мэйсон. Пока что Мэйсон. И, кстати говоря, не прочекали. Ой-ой-ой, сейчас Мэйсон может делать грязь. Но он не чекает оппонента на девятке. У Мэйсона могут быть... А, нет, это Летти. Нет, Джонни с Летти там вместе. И Джонни делает даблкилл. Да, просто не прочекали. На самом деле, как-то и выходит так, что ребята из Малик не прочекали Мэйсона, который в довольно дефолтной позиции в итоге оказался. И в итоге на девятке Джонни не спалил ни Летти, ни Мэйсон. И, в общем, как-то вот так на невнимательничах отыграли у нас игроки обеих команд. Ну, посмотрим, исправятся ли они в ближайшие раунды. Потому что, если так будет продолжаться, то у обороняющихся могут выходить, особенно на сплите, очень легкие раунды. Потому что на данной карте много, где можно засесть, подождать, пока пройдут оппоненты. И разрядить обойму с Вандала им спины. Итак, Вокси. Ой-ой-ой, прям в раскидке он стоял. Конечно, как только он увидел, что в него прокидывается скилл оппонента, нужно было сразу обходить. Тем не менее, опен, фраг для команды Малик есть. Итак, Раск выходит на мидлейн. Перетягивается обратно на зиплайны, потому что понимает, что там слишком много оппонентов. Но, видимо, его запушил Плаут и поплатился за это. Итак, у Раска. Есть раскидка. Ребята из команды атакующих пока что решают, куда им пойти. Понимают, что мидлейн слишком уверенно за контролем Раск. Перетягиваются обратно. Видимо, это будет пуш под Аплэнд. Но Раск уже на девятке, уже готов принимать своих оппонентов. Итак, Летти со стороны Планта. Ванди Пин. Да, Вить? Правильно, наверное. Не успел прочитать. В общем, минус Летти уже делает Ванди. Сейчас он с оператором дальше пропушивает. Раск тем временем разбирается с оппонентом. И Голд Би дает фраг. Дэвил. Минус Голд Би. Так, в живых только два игрока команды. Малик против двоих в команде вертекса. Надо сказать, равные шансы. Но оператор все еще под контролем атакующих. Спайк установлен на поинте. Эй, туда прокидывается неприятный ультимейт от Бримстоуна. Команда обороняющихся. Но Спайк успели поставить. Тем временем. Раск дает пик по игроку со снайперкой во вражеской команде. Мейсон пытается запушить Дэвила. Дэвил ЛОХП прострелом. Раск забирает. И его очень много сделал Раск. По-моему, три килла за этот раунд. Ну и абсолютно, я думаю, заслуженно. Его можно назвать MVP этого раунда. И получается уже пять раундов позади. И ребята из команды вертекса пока что ведут. Вандипун? Ну пусть будет Вандипун. Итак, очередной экономический раунд для команды Малик. Неприятно было, конечно, проигрывать сейчас. И на самом деле это все может привести к тому, что вертекса выйдут в серьезные преимущества. Наконять, которые Маликам придется очень и очень долго. И на самом деле не факт, что вообще получится. Итак, мы видим, что ребята из команды Малик опять открываются через мидлейн на карте сплит. В принципе, это стандартное положение атакующих. Но я думаю, большую часть раундов мы со стороны атакующих наблюдаем именно в выход через мидлейн. Итак, Голд Би вместе с Рейс команды вертекса уже готовы принимать своих оппонентов. У Голд Би, в принципе, вся раскидка есть. Но ребята из команды Малик продолжают пушить дальше. В принципе, они сейчас без арморов, с классиками. И если они вот такой гурьбой на мидлейн будут взваливаться, их на самом деле в соло Голд Би всех может разобрать одной очередью с Вандала. Поэтому здесь нужно, конечно, попотеть. Итак, у нас запущено голосование. Ребята, за кого же вы болеете? Малик или вертекса? У кого же больше фанатов сегодня? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой фраг от Колиди. Колиди, наверное, да? В общем, какой фраг от Колиди? Просто нечто есть. По оппоненту сейчас преимущество ребята из команды Малик. Как ни странно, у них все-таки удалось зайти на рампы. Здесь Вокси с оператором. В него неприятное слепо. Вокси сейчас запушит. Вокси пытается найти фраги. Опять в него огромное количество скиллов. Вокси, отличный пик по Девилу. Сейчас Мейсон даблкил. В живых только Клауд вместе с Сейджи. Однако Клауд, что же он творит с классиком? Забирать девайсы и дальше контролировать этот плент. Вот что он сейчас должен делать. И, в принципе, он готов. Итак, Вокси с девятки готов искать своих оппонентов. Джонни уже дает пик по лейте. Ребята из команды Малик очень серьезную оборону показывают. И Клауд забирает одного. Но Раск завершает этот раунд. Очередной раз решающий фраг делает Раск. И, на самом деле, не зря, не зря он стал MVP прошлого раунда. В этом он тоже выиграл для своей команды очко. Но, тем не менее, какая невероятная игра на эко-раунде у Маликов. Была проведена. Клауд уже, в принципе, я поверил в то, что он с девайсом на поинте A. Прошу прощения, на поинте B. Будет готов просто аннигилировать всю команду оппонентов. Но у ребят из команды Вертекса получилось. Получилось в итоге выкурить Клауда из его нычки. И, наконец-то, раздефьюзить Спайк. Тем не менее, мы видим то, что видим. 4-2. Конечно, Малики отличный эко-раунд показали. И сейчас уже готовы во все оружие. Со вторыми арморами. Даже по арморам ситуация у Маликов получше будет. В общем, здесь у Вертекса раунд намного-намного сложнее будет. Хотя и прошлый был нелегким, будем честны. Итак, Голд Би уже готов принимать своих оппонентов с рампов. Но Колид уже хочет опять, Колид и хочет опять найти фраг по Сейдж-команды Вертекса. Понимает, что каждый раз там стоит Голд Би. Однако на этот раз довольно саевого глубоко отошел на девятки Голд Би. И сейчас у него есть еще раскидка, чтобы еще больше замедлить кушт своих оппонентов. Однако пора бы ее уже дать на самом деле. Вот да, сейчас отлично Голд Би откидывается, перетягивается на Б-плент. Ребята снизу уже будут готовы принимать команду Малик. Малики тем временем довольно-таки осторожно пушат дальше. Ну и тем более здесь такое количество раскидки, что было бы опромечиво слишком агрессивно выходить. И так спрыгивают с девятки, ищут фраги. Пока что не палятся ребята из команды Обороняющихся. Но Колиди уже довольно близко к оппонентам находится. Сейчас по нему могут дать фраг, и опять опрокидывается ультимейт от Бримстоуна. Вот этот отыгрыш от Бримстоуна команды Вертекса приводит к тому, что он очень быстро копит ультимейт. И так, тем временем, Вокси дает пик по клауду вместе с Раском даблкил однако Девил. Минус Вокси сейчас втроем живых ребята из команды Малик. Вертекса численное преимущество, но Колиди продолжает воевать. Раск тем временем дает пик вместе с Джонни уже даблкил. Джонни, ой-ой-ой-ой, минус 3 от игрока команды Малик. И это 3 раунда для ребят с атакующей стороны. Что ж, в принципе, заявочка на то, чтобы сравнивать счет. Сейчас, тем не менее, закуп у Вертекса все равно должен появиться. Но, конечно, это будет игра не из легких. Уже видно, что карта сплита, по крайней мере, на старте дается с трудностями и той, и другой стороне. Посмотрим, что будет после того, как этими сторонами команды поменяются. Итак, видно, что полубай у команды Вертекса. Сейчас играется 2 шерифа, 2 спектра. Ой-ой-ой, Летти, как агрессивно. Сейчас, в принципе, лучше уже тогда было выходить под раскидку. Но нет, он просто хочет запушить смоки. Летти тебя примут, это большая ошибка. Конечно же, Джонни с ним очень быстро разбирается. Там есть еще оппонент. С ним разбираются, да, Раск, минус Колиди. И в живых уже только 3 игрока команды Малик. Так, Раск, в принципе, готов, конечно, принимать своих оппонентов. Но здесь будут-будут проблемы у ребят. Сейчас 4 на 4, прошу прощения. Да, я ошибся. Продолжается противостояние. Раск, довольно опасный оппонент, готов на пленду принимать ребят. Тем временем, ой-ой-ой, даблкил от Маликов. В живых только 2 игрока команды Вертекса. Мэйсон потихонечку перетягивается. И вот уже дает пик по Вонди Пуну. Сейчас Мэйсон подбирает оператора. Отличная опция для того, чтобы вывозить этот клатч. Тем не менее, не может, не может он найти пик по вражеской Сейдж. Итак, в живых еще и Вокси. Вокси с Шерифом, конечно, много не навоюет. Но, тем не менее, почему бы и не дать какой-нибудь смачный хедшот, действительно. Нет, Клауд уже разбирается с Вокси. Итак, Мэйсон остается последним в живых. И даже оператор он не засейвил. Джонни, решающий фраг в этом раунде. 4-4. И у ребят из Вертекса начинаются проблемы. Но здесь закуп уже должен появляться. Однако этот закуп будет под ноль. Видим мы реплей, как Мэйсона просто приняли в конце раунда. Но, действительно, не знаю, насколько имело смысл задерживаться так надолго. Когда уже понятно, что Малик заняли поинт полностью. Когда уже понятно, что, в принципе, в итоге ты один остаешься. И речь идет о Мэйсоне. В принципе, забрал оператор, ушел. Почему нет? Сейчас бы ребята в обороне со снайперской винтовкой уже комфортнее. Хотя бы немного себя бы чувствовали. Тем не менее, имеем, что имеем. Итак, Сайфер команды Малик. Сайфер команды Малик готов атаковать. Пока что нет фрагов ни с той, ни с другой стороны. Но Сайфер скорее будет фейковать на поинте. Вот игрок со спайком готов заходить на рампы. Здесь готов опять голдби принимать своих оппонентов. Стенка голдби уже отлетает. Прокидывается неприятная лужа. Итак, голдби первый фраг. Дэвил сразу же его трейдит. И, в принципе, поинт не свободен для команды атакующих. Однако вот перетянулись ребята. Ой-ой-ой, Дэвил, какой прострел по Раску. Сейчас живых три игрока. Вертекс с маками они отгорожены довольно неприятно. Спайк должен быть поставлен. Но есть имтимейты у ребят. И они должны им воспользоваться. И так, не дадут поставить спайк. Нет, дали поставить спайк. И так, Вокси дает пик по Клауду. Дэвил сразу же трейдит. В Вокси все еще живет. Но Дэвил на развороте его забирает. Отличная игра от брича команды атакующих. И так, в живых в итоге остается только Сайфер. Только Мэйсон. Ну и, конечно, шансов у Мэйсона мало. На этот раз он все-таки принимает решение сейвить девайс. И я здесь его решение полностью одобряю. И поддерживаю. Потому что здесь, в принципе, не то, что шансов нет. Здесь смысла нет выбивать что-то у оппонентов. Потому что и так незавидное экономическое положение у Вертекса. Так еще и в руках у тебя Вандал. Так еще и на тебе второй армор. В общем, подсейвить-то есть что Мэйсону. Поэтому абсолютно справедливое решение. Итак, 5-4 и Малеки выходят вперед у ребят из команды Вертекса. На этот раз появится закуп, однако... Ну, точнее, он и был, да, ведь? Нет, показалось, показалось. Не будет закупа. Закономерный экораунд. Уволен комментатор. Вот сейчас трифт первых армора есть. Мэйсон, в принципе, с тем, что засейвил. С тем, что засейвил, с тем и остался. Итак, ой-ой-ой, неудавшийся флик по Воксе. Сейчас вынуждает Сайфера отступать обратно к своим тиммейтам на Пойнт-Ай. А Пойнт-Ай уже полностью занят командой Малек. Однако Девил довольно опасно ставит Спайк. Здесь его могли пикнуть. Тем временем уже два фрага для Малеков. Есть это Клауд контролит девятку. Есть пик уже от игрока с оператором. И в живых только два игрока Вертекса. Пока что они... Ну, сейвить, конечно, не имеет смысла здесь. Сейвить просто нечего. И Вокси... Принимает сейчас Клауда. Но нет, Клауд дает пик по нему. Мейсон все там же на девятке. Его все так же продолжают пушить. Ну, интересно, ребята, знают, что он там находится? Есть выбит девайс у Клауда. Но, тем не менее, уже на два раунда опережают своих оппонентов Малеки. Посмотрим, насколько у них эффективно удастся удерживать это преимущество. Тем не менее, сейчас можно сказать, что раунд будет для них в любом случае посложнее. Закуп есть у Вертекса. Есть, наконец-то, оператор. Вот Вокси еще не играл в этой катке с оператором. Интересно, как он ее реализует. Сейчас видно, что готов с рампов принимать своих оппонентов. С данным девайсом игрок на рейс команды Вертекса. Тем временем, ребята из команды Малек. Готовы заходить на мидлейн с двух сторон. Даже не будут фейковать. А, наконец, видно, что Сайфер в бокс попытается пикнуть. Но не думаю, что это какой-то будет полноценный законченный мув. Просто чекает позиции. Игрок тем временем Голд Би. Готов принимать своих оппонентов в мидлейне. Клауд уже стягивается к боксу. Мейсон пока что единственный на поинте Би. Но еще Голд Би на девятке. Но вот прямо на планете сейчас контролит только Мейсон. И если через бокс попытаются запушить ребята из Малек, то вся огневая мощь атакующих упадет именно на Мейсона. Тем не менее, Сайфер, конечно, соло продержаться может довольно эффективно с таким количеством растяжек, клеток и всего прочего. Пока что нет фрагов ни с той, ни с другой стороны. Очень осторожно играют обе команды. Тем не менее, вот уже пошла атака. И так, Клауд открывается. Однако, да, игроку со спайком, наверное, лучше бы сейчас так агрессивно не выходить. Вот Голд Би дает пик по Девилу. Прокидывает с ультимейт. От кого? Да, от Бримстоуна. Однако он никого не забирает. Тем временем, Вон Дипун дает пик по Мейсону. Вон Дипун. Ой-ой-ой, миссует, миссует он этот шот. Опорник Плэнта Би сейчас мертв для обороняющихся. И Голд Би также отлетает на риску. Отличный пик от Лети. Хэдшотом работает. Сейчас дальше ищет фраги. Ой-ой-ой, Лети даблкилл. Слышит, слышит оппонента под раскидку пытается ворваться. Но отворачивается какой тайминг. Лети продолжает воевать сейчас Лети. А единственный на поэнте Би ждет. Он пока ему помогут оппоненты. Но нет, прошу прощения, тиммейт и Клауд разбирается с оппонентом. Спайк, кстати говоря, все еще не поставлен. Вот уже последние 15 секунд пошли. А Клауд все еще боится, что его запушат. Все еще боится, что он умрет. Ведь он последний. И это абсолютно справедливо. Хэшка Флауда его немного дамажит. Тем не менее, он уже разбирается с Вокси. Ой-ой-ой, под Хэшку не удалось его запушить. Что сделал Клауд? Даблкилл. Ну, это, мне кажется, он не должен был выигрывать. Тем не менее, в таком он неочевидном месте ставил Спайк. Все-таки, наверное, ожидали, что за боксом он будет стоять. Хэшка прокинута была именно на ту позицию. Тем не менее, как Клауд принял двоих с Вандалом, это, конечно, отдельный разговор. Почему позволили себя так разобрать в Вертексе, это, конечно, интересно. Тем не менее, ну, просто интересно было бы видеть это вот от лица игроков команды Вертекса. Потому что со стороны Клауда это просто смотрелось эпично. Я Клауд, я крутой, я всех разобрал. Но вот понять, почему ребята слили вдвоем этот момент, конечно, это уже другой вопрос. Итак, Джонни открывается на Мидлейн. Сейчас у ребят из команды Вертекса очередной экораунд. И Вокси в очередной раз с Шерифом. Кстати говоря, у него есть ультимейт. И если сейчас удачно нажать кнопочку проблемы, могут начаться уже у команды Малик. Итак, огромное количество луж от Сейш. Ну, просто все в этих лужах раскидано на Мидлейне. По Воксе огромное количество скилок. Заюзано Голби, пора ставить стенку уже. Вот-вот он сблизится, да. Сблизится с оппонентами. Стенка мгновенно ломается, но Голби все-таки... Нет, Голби надо было отхазить. Но, тем не менее, сейчас, возможно, ему удастся дать фраг. И ребята, в принципе, из команды Малик не очень агрессивно играют. Тем более со спектром, да, можно было пикать. Я думал, у него там похуже девайс. Тем не менее, тем не менее. Вокси сейчас, наверное, хочет заходить в бэклайн компонентом. Но это не лучшая идея была. Дэвил дает по нему пик. В принципе, сейчас ребята из команды Вертекса в незавидном положении. У них эко-раунд, они в меньшинстве. На поинте только один игрок. И вот Колиди уже разбирается с Раком Колиди. С Раском, прошу прощения, Колиди минус Летти. И это даблкил для Колиди. Итак, спайк установлен на А-планте. Голд-Би. Ой, а имело ли смысл тратить рез на эко-раунде? Ну, посмотрим. Может быть, ребята это реализуют. И тем временем, Джонни с Дэвилом даблкил. Сейчас в живых остается только один игрок команды обороняющихся. Это Вокси. Вокси с ультимейтом. Вокси с Шерифом. Но он не вывозит Дэвила. И это 8-4. Уже малики вдвое больше раундов выигрывают, чем команда Вертекса. Сейчас начинаются серьезные проблемы у ребят из команды обороняющихся. Тем не менее, смена сторон... Да ведь? Да, точно. Смена сторон идет. И, возможно, именно за атакующих ребята из Вертекса на сплите чувствуют себя комфортнее. Посмотрим, посмотрим. Итак, 2 армора вообще на 10 человек у нас закуплено. Ожидал я, конечно, от обороняющихся побольше их. Но, тем не менее, ребята знают, что делают. Я уверен, под ноль в любом случае все закупились. Решили вложиться в свои обилити. Ну и... Сейчас посмотрим, насколько это оправданно. И так неплохая от Вандипуна у нас камера. Которая, если что, проверит оппонентов, которые зайдут на Бепленд. Через бокс. Однако Вертекса не торопится, не торопится пикать сразу же. Там все еще ждет их Сайфер. Однако, пока что ребята просто не палятся. Но вот Колиди неплохую позицию занимает здесь. Если слишком опрометчиво Вертекса нажмут W и выйдут в B. Очень-очень серьезно их примут Малеки. На самом деле, не прогадали. Не прогадали с тем, что троих отправили на Бепленд. Ребята из команды обороняющихся. Вандипун. Сейчас уже не втерпешь ему. Выходит, он ждет своих оппонентов. Но под раскидку, да. Наверное, будут выходить Малеки. О, прошу прощения, Вертекса. И так они уже в боксе. Отлично отрезают стенкой девятку. Но тем временем, Вандипун, что же ты творишь? Через клетку простреливает двоих вместе с Джонни. Уже минус три. И так, в Вертексе только два игрока. Вокси вместе с Раском остаются вдвоем. И здесь у Вокси уже могут начаться проблемы. Клауд на него выходит. Однако, видимо, услышал он Вокси. Решил не пересекаться лишний раз. Тем временем на мидлейне Раски. Клауд идет и на него. Но Раск уже забирается на девятку. Холиди готов его принимать. Дано слепо. Однако, под него пикать он не выходит. И со слепой сразу же разбирается Раск. Раска расписывают с двух сторон. И так, Бримстоун мертв. Вокси, последний в живых. Пытается зайти на Пойнт Би, выбить девайсы. Не видит оппонентов. Сейчас перестрелка. Отличный пик по Джонни. Но Вандипун уже три кила за этот раунд. И девять-четыре. Получается первую пистолетку после смены сторон. Забирают маленькие, кстати говоря, обе пистолетки за европейским коллективом. Да, здесь напоминалочка, кстати говоря. Всплывает, что, ребята, у нас вообще-то турнир завтра. Вообще-то из двух этапов. И вообще-то за право получить слот сразу же во второй этап. Борются сейчас команды нашего матча. А вы можете побороться против одной из этих команд. В зависимости от того, какая пройдет в ТОП-16. Если сами зарегистрируетесь на турнир, регистрация будет продолжаться до последнего. Закроется она завтра в 6 по МСК. Поэтому регистрируемся на Оркс Кап Викли 8. Итак, тем временем, ребята уже начинают файт. Пока что ой-ой-ой, довольно агрессивно. Выходят все-таки ребята из вертекса на Пойнт Эй. Здесь уже готовы их с девайсами принимать. И Летти дает пик по Клауду. Не удается зажать со спектра игроку на Бримстоуне. Команда обороняющихся. И Джонни сейчас вынужден выходить поближе к оппонентам, чтобы не дать им слишком глубоко запушить в Пойнт Эй. Итак, пока что вертекса не торопится дальше заходить. Дан энтри фраг. Однако, на большую агрессию, видимо, пока что не готовы идти ребята из команды вертекса. Дэвил ждет. Дэвил готов принимать. Тем временем, ребята тоже довольно-таки ожидают... А, нет, они перетягиваются. Вот я не посмотрел вовремя на карту. Уже все, все перетянулись. Ребята из вертекса готовы сейчас будут принимать бой на Пойнте Би. А на самом деле, бой там точно будет. Потому что там Ванди Пуна... Мы помним, как Ванди Пуна умеет работать на Пойнте Би. Так, уже готов Ванди Пун принимать своих оппонентов на Пойнте Би. И он это уже делает. Минус один сейчас с Коллиги дает пик и Джонни. Минус голд би в живых только два игрока. Нет, один. Команда вертекса, да, Ванди Пун умеет играть со снайперками. Аннигилирует практически всю команду оппонентов. И прямо сейчас уже 10 раундов за командой. Малик сейчас смотрим реплей Ванди Пуна. Решающий фрак с Мухи. Он дает просто как швейцарские часы, работая. Все флики прилетели в игроков команды вертекса. И вертекса выходят на закупный раунд уже здесь. В принципе, сейчас у маликов уже могут быть проблемы. Потому что вертекса по зупасти закупились. Однако вот Ванди Пун меняет, меняет свой Маршал. Хотя довольно неплохо играл. Я не особо понимаю, в чем такое серьезное преимущество Маршала перед Спектром. Ну, если ты играешь на Маршале так, как Ванди Пун, тут, конечно, с Маршала не зажмешь. Тем не менее, получалось же, получалось же. Ну да ладно. В любом случае, против вторых арморов нужно, конечно, взять что-то понадежнее. Сейчас, тем более, такой закуп и по девайсам у ребят неплохой из команды вертекса. Тем временем вертекса начинают без спайка. Пока что втроем на миду готовы открываться. И Джонни выходит пикать вместе с Колиди. Уже пик по голду би. Джонни сейчас еще и раскидку дает. В принципе, дальше на мид будет практически невозможно заходить. Ребятам Джонни не удается ему дать второй фраг. Однако с Колиди он разбирается. Итак, Мейсон. Мейсон разбирается с Колиди, прошу прощения. И, кстати говоря, уже сближается. Ребята из вертекса продолжают пушить мид. Хотя там уже очевидно, что готовы их принимать оппоненты. Тем не менее. Хотят. Хотя не хотят они заходить через эту позицию. И в целом шансы вывозить файт на миду в любом случае есть. Но вот Клауд уже занимает позицию на серверной. В принципе, если его вовремя не прочекают, то могут быть большие проблемы у вертекса. В антипунт Клауд дают по одному пику. И Клауд решающие два фрага. Отлично работает Бримстоун команды Малик. И это уже 11 раундов выигранных раундов за плечами у команды обороняющихся. Что ж, вертекса в очередной... Ну, мне кажется, здесь просто половина раундов этой игры. Вертекса играют на эко, потому что они просто не забирают себе раунды. Не забирают себе экономику и абсолютно закономерно страдают из-за этого. 11 за плечами у Малик. И надо сказать, что у вертекса только одна возможность проиграть раунд. Только один шанс на ошибку. И Дэвил уже дает отличный опен фраг по Воксе. Сейчас, в принципе, сферку ребята законтролили. Однако хотят пикать под это ребята из вертекса. Но здесь Клауд принимает одного. Голд Би. Отличные два шота с Шерифа. Ой-ой-ой. Голд Би. Сейчас открывает поинт А полностью для своей команды. Ой-ой-ой, стенка. Нет. Я думал, Джонни с ним разберется, но все-таки успел его поставить. Голд Би. Голд Би. Трипл килл на поинте А. Сейчас Спайк должны поставить ребята из команды Малик. Ему уж точно... Прошу прощения, вертекса. Ему уж точно не помешают. И Малик готовы заходить дальше. Итак, Колди на девятке дает пик по Голд Би. Наконец-то разбирается с этой Сейдж. Бандипун мог разбираться с еще одним оппонентом. Тем не менее, два килла пока что для Маликов за этот файт есть. Но вот в живых только один Брингстоун. И да, вынужден это отдавать Раск. Сейчас Коледи убивает его. И 12 раундов у Маликов есть. В принципе, сейчас поднажать совсем немного. И счет будет уже 1-0. А я напоминаю, что шоу-матч идет у нас в формате Best of 3. Ребята пикают, банят, играют карты, которые получились доступными в этом матче. В результате этих пиков банов. Господи, что я только что сказал. Ну и напоминаю также, что победитель получает слот в топ-16. Кстати говоря, следить за командами, другими командами, которые получат слот в топ-16 нашего турнира. Orcs Cup Weekly 8. Вы можете в нашем паблике ВКонтакте. Там не всегда своевременно, но в любом случае выкладываются посты. Мы постараемся анонсировать в ближайшие два дня. Оставшись в команде, тем временем Джонни уже принимает Мейсона. Однако какой ультимейт опрокидывается? Два ультимейта от Бримстоунов. Нет, не два. Показалось, тем временем Колиди дает пик и вместе с Клаудом даблкил. Итак, вдвоем Вертекса в Воксе. Все еще на мидлейне у Воксе есть ультимейт. И он пока что не нашел способы его применить. Тем временем Воксе видит оппонента на Сейдж. Но Колиди тоже занимает позицию на хайграунде. И это 13-4. Какой невероятный счет на карте Сплит и Вертекса. Проигрывают свое первое противостояние. Сейчас Малеки очень уверенно забирают первую карту. Ну и посмотрим, как они себя покажут на второй. А пока ребята собираются, пикают своих героев, мы уйдем на небольшую паузу. Продолжение следует... 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 Ну и первый раз у нас такое на турнире, еще и эйс отдали Летти. Абсолютно заслуженный эйс, на самом деле. Тем не менее, не самый приятный раунд и для Маликов был. Они вынуждены были сразу же отдавать Биплент, потому что они были в меньшинстве. Они вынуждены были ждать своего тиммейта. В итоге еще и эко-раунд играли. Ну, короче, да, неприятно, неприятно. Итак, третий раунд. Закуп есть у всех. Вокси готов открываться через лонг. А ребята из команды Малик на этот раз с закупом Колли Диносове, кстати говоря, много проблем может доставить оппонентам, потому что вовремя, вовремя он может получить информацию о том, все-таки, сколько и вообще, когда заходят на Пойнт Би ребята из команды Вертекса. Итак, Вертекса, кстати говоря, в большей части готовы заходить через ковры. Летти хочет опять кого-то убить, хочет опять продолжить свою серию убийств. Тем временем он в ультимейте, не умирает. Но вот Ван Дипун дает пик по Мейсону. Ван Дипун, ой-ой-ой, прямо в Малик заходит. По нему немного урона наносится. Сейчас во флешке ребята из команды Атакующих. Отличный пик от Голби. Колли Ди включается в файт, но сразу же этот рейдит Раск. Итак, в живых только три игрока. Команда обороняющихся. И Девил готов заходить в эклайк к своим оппонентам. Вместе с Колли Ди они отгорожены смоком и двумя стенками. Какое количество способностей опрокинуто в этот плент. Однако спайк все еще не поставлен. И Ван Дипун может продолжать воевать. Однако нет фрагов. Голби. Отличный пик подэвидул. Ван Дипун прострел. Ой-ой-ой, что делает Голби? Даблкил. И Ван Дипун остается последним. Но он один в двоих. И Голби мало хп прострелом. Если попытаться сейчас дать фраг, то Ван Дипун может это сделать. Ну да, не чекает. Он Летти, конечно. Когда ты один остаешься. В любом случае что-то ты не дочекиваешь. И закономерно платишь за это поражением в раунде. Итак, 3-0. Ведут ребята из команды Вертекса. И абсолютно заслуженно. Они действительно круто себя показывают. Так, ребята. Не ведитесь на провокации в чате. Комментатора увольнять нельзя. Потому что... Ему и так не платят. А если его еще и увольнять, то это вообще какое-то вопиющее нарушение трудового законодательства выходит. Ну и так. Колиди готов. Готов воевать опять. В принципе, на своей же дефолтной, наверное, позиции он стоит. Все еще ведут Вертекса. Все еще на бинде. Они в атаке себя чувствуют довольно-таки неплохо. Голд Би контролит сферку. Вокси все еще ждет каких-то мувов от оппонентов опрометчивых. Но пока что... Пока что очень пассивно начинается раунд. Тем временем видно, что ребята из команды обороняющихся уже получили более-менее информацию по оппонентам. И готовы в большинстве принимать на поинте Би Вертекса. Однако Вертекса пока что совсем не очевидно, куда выйдут. Тоже они стремятся подсобрать инфы по обороняющимся. Итак, Колиди сейчас в опасной близости с оппонентом. Мы видим, что только стенка отделяет его от Вокси. Тем временем Вокси тоже не торопится дальше заходить. Вот подступает к нему его Сейдж. Но у Колиди могут быть большие проблемы. Тем не менее, самое главное зачекать вовремя его позицию. Потому что у него шерифы. И в случае чего он может серьезно так наказать своих оппонентов. А тем временем игрок со Спайком выходит на поинтей. Вместе с двумя тиммейтами, с тремя тиммейтами. Вокси в соло сейчас будет пушить и Дэвил. Какой отличный хэрсот по лете. Голд Би сразу же его рессает. Вертекса все равно продолжит в большинстве Вокси. Ой-ой-ой. Опять одним зажибом. Минус два. И так прокидывается ультимейт от Брима. Мейсон один килл. Голд Би включается в файт. И в живых уже остается только Бримстоун. Что ж, с ним довольно быстро должны разобраться. Клауд, конечно, со вторым армором. Но в любом случае не повоевать против оппонентов. У которых максимальный просто закуп есть. И так далее. Легкий фраг по Клауду. 4-0. Ребята из вертекса пока что не чувствуют оппонентов. Итак, продолжаем уже с закупом. Раунд должен быть поинтереснее. Вертекса против Маликов. Кстати говоря, Малики. Это не просто закуп. Это у нас два оператора. У обороняющихся. И посмотрим, как они их реализуют. Конечно, здесь ставки высоки. Как говорится, хай риск, хай ревард. Подыграют Малики. Если они, в принципе, вывезут игру с этими операторами. То раунд может быть довольно легким. Все-таки контролить оба планта. Когда у вас две снайперки, будет покомфортнее. Тем не менее, конечно, очевидно. Если они столько денег на снайперку тратят. То проигрывать раунд. Это 100% выход на эко. Это 100% очередной раунд для вертекса. Овертекса. Ну, или не 100%. Но мы понимаем, что вертекса в случае победы в этом раунде могут забирать в итоге больше, чем 1 очко. Итак, Мэйсон. Готовится выходить в ковры. Вокси уже довольно близко к Вандипуну. Но, кстати говоря, Вокси может с ультимейта попытаться открыться. Почему нет? Наверку просто прокинуть. Вандипун может оказаться в ненужное время, в ненужном месте. Но вот Летти уже выходит. Чекает все основные позиции. Прокидывается ультимейт от Бримстоуна. Прямо в плент. Итак, Колиди видит своих оппонентов. Первый шот есть. Колиди может прошивать. Но Летти делает это лучше. Итак, Вандипун, однако, уже разбирается с Вокси. Прокидывается. Ой-ой-ой, Летти выйдет или нет? Нет, Летти успела отойти. Но здесь, конечно, опасный момент был. Итак, Раск. Пик по Клауду дан. Опять Летти попытается поставить этот спайк. Тем временем, Голд Би чекает позицию с фабрики. Раск отступает поближе к стенке своей Сейдж. Тем временем, Дэвил готов под раскидку врываться дальше. В живых только два игрока команды Малек. И все еще пытается Летти поставить этот спайк. Уже в третий раз его прерывают. Наконец-то. Останавливает таймер отчета до конца раунда у нас Летти. Итак, Вандипун готов выходить и давать пики с оператора. И Летти уже дает пик по Дэвилу. Итак, Вандипун последний. И, в принципе, шансов, конечно, немного. Летти, тем более в ультимейте, бегает. Ищет своего оппонента. Пока что, да, Вандипун опять не смотрит в нужную сторону. И просто опять в соло это вывести практически было невозможно. Может быть, имело смысл как-то попытаться просто уйти из этого файта. Оставить при себе оператор. Но, конечно, шансов практически не было. Итак, приветствуем всех новоприбывших зрителей шоу-матча. Я напоминаю, что играют у нас европейский коллектив Malik против отечественного, так сказать, коллектива Vertex. Там, по-моему, один только игрок не из России. Вот, и Джонни, кстати говоря, тем временем уже готов выходить на лонг, пикать вместе с Колиди. Однако, они правильное решение сделали, что все-таки не показались на глаза Голдби. Потому что с Вандалом он мог бы их принять очень-очень неприятно. Итак, Вандипун с шорти в коврах готов, готов воевать. Пока что не торопится туда заходить Vertex. Но вот раз кидочка уже есть, уже можно как минимум прочекать позицию оппонента. И Вандипун понимает, что дальше оставаться на коврах было бы слишком опасно. Но нет, Вандипун решил все-таки запушить и поплатился за это. Вокси его наказывает. Дальше под хаешку пытается врываться. И Колиди не вывозит фраг по Голдби. Сейчас ребята из команды Malik очень страдают. И, конечно, легкий раунд для команды Vertex. Ну и закономерно, опять же, эко у команды Malik было. Тем временем 6-0 и четверть карты Bint. В сухую уходит команде Vertex. Здесь уже можно сказать, что вот на этой четверти они точно доминируют. И так опять Malik, опять с двумя операторами. Опасный, опасный закуп. И посмотрим, удастся ли на этот раз остаться при этих девайсах ребятам. Потому что в прошлый раз мы помним, чем это закончилось. Итак, у Джонни, кстати говоря, неприятное положение. 0.6 он идет. Тем временем сейчас он хочет это поскорее изменить. Итак, Джонни, наверное, слишком несвоевременно отошел. Очевидно было, что под машинку все-таки попытается кто-то пикнуть. И там преимущество не успел потерять Джонни, чтобы как-то отступать назад. Тем не менее, лучше перестраховаться в любом случае. Особенно, когда ты играешь на Sage, когда ты настолько нужен тиммейтам. Тоже абсолютно верное решение от Джонни, Вандипун. Тем временем, отличный шот от Вандипуна. Почему-то допустили это ребята из команды атакующих. Летти уже отлетел на респу. Итак, вчетвером вертекса. И, наконец-то, Малеки начинают в преимуществе. Наконец-то они могут уже, ну, заявить о себе в каком-то из раундов. Итак, Вокси. Знаю, что на планете есть оппоненты. Видит рассеры. Но Холиди не дает дать раскидку. Вместе с Джонни уже 2 килла. И так, ой-ой-ой, Джонни разошелся. Джонни хочет, хочет очень фрагов. И, наконец-то, первый выигранный раунд для Малеков. Сейчас они остаются при своих арморах и при своем оружии. Это очень важно. Наконец-то, впервые за игру, они могут два раунда подряд отыграть с комфортными девайсами. Новую опцию не проверили. Рэй еще не успела накосячить, чтобы ее за что-то увольнять. Но, ребята, вы как бы всегда можете подкопить немножечко поинтов. И если вдруг вы не удовлетворены работой комментаторов, то, конечно, у нас, понимаете, у нас клиент всегда прав. А, с другой стороны, помните о том, что страйк для локументатора, он такой, он очень суровый и бесплатный. Тем временем, уже два пика есть с обеих сторон. Дэвил включается в файт и в преимуществе оставляет команду обороняющихся. Вандипун чекает лампу, сдается ультимейт от совы, не очень удачный. По воксе неприятная лужа прилетает. Пока что он ждет оппонента с лампы, а оттуда совсем не торопится пушить игрок на сейдж. И вот Вандипун находит пик по воксе. И так, в живых только один игрок команды Vertex. И, на самом деле, видимо, Малеки нашли свою игру второй раунд подряд. Уверена, не для Vertex 2 в живых. Это Дефьюз и дадут ли этот Дефьюз Колиди? Ой, прокидывается Малек, но Колиди успел. Да, ребята, можно было, конечно, еще бороться за победу в раунде. Но здесь, да, еще и Реса Джонни. Хорошо еще, что Раск вместе с тиммейтом вообще остались живыми. С руками, ногами и девайсами. Так, ну не за что, чатик. А если быть точным? Ава Киска, Ава Киска Деус Вульф. Во, я вспомнил. Да, я, по-моему, еще ни разу не прочитал. Я, по-моему, еще ни разу не прочитал с первого раза правильно этот ник. Ава Киска Деус Вульф сейвит, сейвит комментатора от того, чтобы оказаться уволенным. Ну и спасибо, спасибо такому признательному чату. Итак, Дэвил уже готов принимать своих оппонентов с бокса. На боксе, кстати говоря, только Сайфер, команда Вертекса. Сейчас у Мэйсона есть шанс дать фраг по игроку команды Малик. Но вот только нужно вовремя прочекать позицию Дэвила. Коллиди вместе с Раском дают трейды для своей команды. Итак, Джонни ждет оппонента на коврах, прокидывает туда лужу. Не очень, наверное, удачная лужа. Однако вот Раск все равно в нее попадает. Тем временем в живых четыре игрока команды Вертекса. И они все, а нет, не все, а втроем, втроем готовы пушить поинт Б. А вот на поинте А, Мэйсон все еще продолжает фейковать. И все еще заставляет Дэвила думать о том, стоит перетягиваться или нет. Ребята из команды Малик движутся, движутся на поинт А. Неплохой фейк, но, е-мое, Раск, Раск все-таки идет именно туда или нет. На самом деле сложно сейчас понять. Раск мечется, мечется, пытается понять все-таки, в какую сторону лучше ставить спайк. Но тем не менее, ребята все-таки решают выходить на Б. И тем временем у Мэйсона сейчас есть отличная возможность побайтить своих оппонентов на поинте А. Самое главное, найти для этого подходящий тайминг Джонни может давать очень неприятный фраг. Тайминг нет, Джонни в пиксель попадает по Раску. Итак, в живых три игрока команды Вертекса. Им уже давно пора ставить спайк, но спайк выбит. И на таймере 9 секунд Мэйсон дает пик по клауду. В живых три игрока команды Малик также. И ой-ой-ой. Вокси перестреливает вражеского снайпера. Вингипун на время играет, не успевает поставить голд Би. И это третий раунд для команды Малик. Тем не менее, уже удачный раунд для Вертекса. Они, по крайней мере, смогли засейвить три девайса. Это неплохо. Это неплохо. Они могут дальше продолжать играть, в принципе, в более-менее комфортных условиях. И потихоньку сокращают дистанцию между собой оппонентами по количеству выигранных раундов. Ребята из команды Малик. Сейчас у них опять есть деньги на закупы. И сколько денег у Вингипуна? Восемь косарей. Ну, не просто так он засейвил прошлый раунд. Он, в принципе, сейчас, благодаря Вингипуну, благодаря Дэйвилу, ребята могут несколько раундов вперед, в принципе, чувствовать себя комфортно. Если что, тиммейты купят девайс. Итак, Джонни не вывозит. Не вывозит, конечно, с оператором принимать через лонг. И Вокси уже готов его за это наказывать. Тем временем, Кольги хочет найти каких-то оппонентов на мидлейне. Увидел только Сайфера. Однако там намного, намного больше игроков команды атакующих. Пока что Вокси все еще, все еще заходит через рукав. Тем временем, в Холиде неприятная раскидка. И Молик, и Лужа от Сейдж, и Флэшка. Ну, здесь Холиде должны забирать. Но он еще и почему-то дает фраг. И Летти, наконец-то, наконец-то убивает сову команды обороняющихся. Итак, какой неприятный ультимейт. И от Бримстоуна пошел сейчас минус раз. Не дают поставить спайк ребята из команды. Малик и Вандипун готов выходить с фабрики. И тем временем, Дэвил с другой стороны. Но он отрезан стенкой, ломается стенка. Продолжается файт. Ребята из команды атакующих будут перетягиваться через телепорт. Ой-ой-ой-ой, какие мувики у нас пошли. Мувики демки. Голдби рисует еще и Вокси. И на самом деле, ребята из команды вертекса могут легко забирать этот раунд. Самое главное сейчас не потерять того преимущества, которое они получили за счет этой перетяжки, за счет Реса от Голдби. Тем не менее, выигрывать маленькие могут. Итак, Вандипун готов на довольно-таки неприятную позицию заходить. Прочекал своего оппонента Летти. Итак, Вокси минус Вандипун. Но здесь, конечно, без игрока с оператором какие-то фраги давать на этом понде будет очень сложно ребятам. Клауд вместе с Дэвилом отлетают очень быстро. И Вокси, и Летти завершают этот раунд. В пользу команды вертекса. Итак, Тим-3. На 4 раунда больше выиграно все еще у команды вертекса. И уже в равном положении по количеству выигранных раундов маленькие не закончат первую половину. Итак, я напоминаю, что официальным спонсором интересных фактов является в чатике Avakiska Deus Wolf. Поэтому, ребята, следите за тем, что пишет этот человек, чтобы наш стрим был не только киберспортивным, но и образовательным. Тем временем, Клауд уже дает опен-фраг для опороняющихся. Ребята из команды вертекса пока что думают, что им делать с этим неприятной энтри. Вчетвером продолжать атаку уже будет сложно. Уже не фейкануть. Уже не так легко будет размениваться. Тем не менее, если они вот все вчетвером пойдут на B-плэнд, или тем более на A-плэнд, то в любом случае застанут оппонентов в большинстве. Я имею в виду, в большинстве будут вертекса. Итак, GoldBee вместе со Спайком и с другими тиммейтами уже движется на Point A. Пока что пытается фейковать у нас игрок на рейс. Вокси в коврах все еще не дает слишком быстро сориентироваться в ситуации. Ребятам из команды Malik все еще пытается их забайтить на то, чтобы они не перетягивались. Но, коледи. Пик по Voxy done. Итак, в живых три игрока команды атакующих. Devil готов принимать их. Пока что с бокса никто не планирует заходить, но вот ребята уже готовы пушить через Short. Огромное количество смоков. Полностью отрезается вижен ребят из команды Malik. Тем временем GoldBee прямо в Malik заходит, и в него прокидывается неприятная скиллка от Брича. Столько урона в GoldBee, но он похилится. Итак, за стенкой нет, не ставит спайк. Сразу же ломают, и Cloud дает пик по GoldBee. Раз, сразу же трейдит. Но Cloud, даблкилл. Да, это легкий раунд для команды Malik. Быстро они принимают оппонентов, и уже 4-7. 4-7, в принципе, лучший получается исход для них до смены сторон. Это 5-7. А дальше с этого абсолютно легчайшим образом можно выходить на победу. Здесь. Так, Летти, да, уже открывается через флешку. Джонни тем временем пик по боксе. GoldBee контролит лонг, разбирается с дроном вражеским, тем временем Cloud прострелом. Разбирается и с Мэйсоном. Сейчас опорник по NB отлично действует. И, в принципе, полностью под контролем ребят из команды Malik находятся ковры. Джонни с оператором, в принципе, вообще может не дать никому выйти оттуда. Сейчас хорошей было бы идеей для Vertex'а перетянуться с этой позиции. Но Cloud дальше пушит минус раз к даблкилл от Cloud. И сейчас в живых остается только один игрок команды Vertex'а. GoldBee с оператором воюет минус ковры в Cloud. Однако Джонни находит пик по снайперу команды Vertex'а. И это 5-7. И это действительно отличный результат. Учитывая то, что я напоминаю вам, ребята, что Malik вынуждены были начинать со счетом 0-6 эту карту. А вышли на 5-7. Ну, то есть, это отличный, отличный результат. И это отличный задел на то, чтобы камбэкать. Конечно, камбэкать можно очень легко. И самое главное вот здесь, очень важным таким первым кирпичиком на этот камбэк, на фундамент этого камбэка будет для Malik победа в пистолетке. Сейчас Malik будут играть за сторону атакующих. В принципе, можно неплохо реализовать пуш на поинтей. Тем более, там два оппонента находятся. Так. Да, у нас Malik в атаке, если что. Вот. И, в принципе, самое главное, уверенно заходить. Потому что не факт, что достойные сопротивления им будут готовы оказать Vertex'а. Да, они сейчас перетянутся через телепорт. Но, тем не менее, тем не менее, если достаточно быстро запушить, то очень легко поинтей останется за командой. Атакующих так GoldB прокидывает свою скиллку. Колиди уже готов принимать, точнее, размениваться с оппонентом в планете. Ай-яй-яй! Какой прострел от Колиди! Он все-таки забирает Раска. Неплохой от игры от Совы. Ребята, кстати говоря, из команды Vertex'а думал, буду перетягиваться через ТП. Но они перетягиваются по длинному пути. И так они выигрывают довольно много времени для команды Malik, чтобы спокойно занять поинтей и поставить спайк. Но вот уже выходит. Ребята на планете. Мэйсон готов убивать оппонентов. Слышал он, что где-то там ставили. Спайк уже чекает позицию Колиди. Однако Колиди отступает подальше. И Джонни дает пик по Мэйсону Вокси. И еще сейчас вместе с Джонни. Они могут пересечься. И да, есть пик по Джонни, прошу прощения. Летис, Вокси дают по одному киллу. Malik сейчас в меньшинстве. Однако Спайк стоит и время работает на них. Колиди в лампах. Неплохо чекает Шорт и Сайфер. Однако пока что не дают, не дают продохнуть своим оппонентам. Ребята из команды вертекса. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй, что делает Лети? Даблкил еще и успеет. Нет? Да, половина была. Успеет раздифьюзить и это 6, прошу прощения, 8-5. Что ж, ребята из команды вертекса на самом деле, видимо, тоже понимали, что эту пистолетку лучше не отдавать. Ну и вообще, конечно, если вы хотите побеждать, то раунды лучше не отдавать. Как бы это парадоксально не звучало. Вот, Лети сейчас с Маршалом, полузакуп у команды вертекса. Ну, здесь, конечно, остается только пожелать удачи Маликам. Я напоминаю, вертекса, в принципе, после поражения в пистолетке забирали раунд. Почему сейчас с Маликом не сделать то же самое? Особенно, когда есть игроки с юспами, с шерифами. Почему нет? Итак, Лети хочет выходить на лонг. Однако, наверное, да, уже это было бы плохой идеей. Нет, под флешку можно, отличная возможность дать шот, но у Лети это не выходит. Два шота минус, и Дэвил уже успел зайти в бэклайн каким-то образом. Мэйсон пытается настрелять, но зажим ничего не дает. Нет, ни этого фрага для Мэйсона. Нет, лайнап не выходит. Дэвил дает пик по Мэйсону. Итак, девайс должен был появиться в руках у Дэвила. Двух игроков убили ребята из команды Малик. Они, в принципе, в преимуществе. Они, в принципе, с девайсами еще и Джонни разбираются с Вокси. Тем временем, для команды Малик в живых еще и остается Сейдж. Нужно очень-очень важно похилить Брича. Однако, посмотрим, дадут ли вообще это сделать ребята из команды обороняющихся. Нет, Раск выходит, дает даблкил. Сейчас в живых остается только один. Нет, два игрока команды Малик. Вайлдпун не вывозит. И, в принципе, Раск без особых проблем. Дефьюзит. Холиди, однако, попытается, но его отрезали стенкой. Нет времени выигрывать этот раунд. Холиди слишком долго пытался найти, найти пик по оппоненту, который ставил Спайк. Дефьюзил Спайк и Раск, еще один пик. В принципе, Малики очень близки были к тому, чтобы это забирать. Но не прочекали они выходящего к ним в бэклайн Мейсона. На самом деле, вообще какая-то странная каша мала, куча мала получилась на поинте Би. Каким-то образом пропустили своих оппонентов прямо на плент ребята из команды Вертекса. В результате чего зашли в бэклайн Летти. И в итоге как бы пропустили к себе в бэке уже Малики оппонентов. Ну, в общем, да. Здесь, конечно, сложно было в настолько стремительно меняющихся обстановке сориентироваться и той, и другой команде. Тем временем у Летти уже есть Вандал. Как и у Холиди. И Холиди видит своего оппонента. Итак, сейчас Летти, в принципе, может попытаться пикнуть с ультимейтом, но пока что, пока что просто откидывается Маликом, пытается занять более сайвовую позицию. И в Летти уже прокидывается большое количество шотов Мейсон со спектром. Пытается, попытался, конечно, пикнуть девятку, но здесь сложно, сложно будет выходить в эту позицию. Итак, Летти прочекал оппонента в ультимейте. Есть по одному фрагу с каждой стороны. Итак, Клауд уже даблкил. Неплохо работает Бримстоун. Он дальше пушит. Итак, в клетке находится оппонент. Нужно было увидеть и минус Мейсон Клауд. Минус 4 от Клауда. Сейчас в живых остается только один игрок команды Вертекса. И это Сейдж. И это Сейдж будет дальше пушить. И она выйдет на Клауда. И Клауд может сделать эйс. Сейчас посмотрим, дадут ли ему этот эйс. Нет, Джонни. Решающий фраг по Голд Би. Однако, как же, неплохо отыграл Клауд. Наконец-то выигрывают после смены сторон Вертекса. И могут выходить на то, чтобы сравнять счет ребята. Самое главное, не растерять тот темп, который они взяли. И вот этот раунд уже, допустим, довольно легко можно забирать. Разве что только не попасться нужно на шорте от Раска. На шальной шорте от Бримстоуна команды Вертекса. Напоминалочку, ребята, читаем. Потому что это важно. Потому что матч-то у нас идет за квоту. И квота это на участие в ТОП-16 в пятницу. Я напоминаю также, что все стримы... Прошу прощения, все турниры и все игры у нас стримятся. Ну, все шоу-матчи, получается, у нас и турниры стримятся. Тем временем, Вандипун уже дает пик по Голд Би. Раз готов принимать оппонентов в шорте, не удается. Однако, Лети, какой неплохой Молик. Сейчас он готов убивать дальше на коврах. Однако, что это было? Мне показалось, оппонент пробежал. Нет, это тиммейт выбежал из клетки. Тем временем, втроем в живых остаются ребята из команды Вертекса. И на поинте A абсолютно никого из обороняющихся нет. Здесь у Маликов реальная возможность без проблем поставить спайк. Что они, в принципе, абсолютно закономерно делают. Сейчас ребята из команды Вертекса все еще не перетягиваются. Очень медленная перетяжка. И, в принципе, за счет вот этой медленной игры... А, они и не будут перетягиваться. Вот это, на самом деле, спорно, мне кажется. Потому что девайс только у Лети. Что сейвить Вокси и Мэйсону? Это большой вопрос. Потому что у Мэйсона первая армора юсп. У Вокси вообще нет армора и в руках шериф. Ну, типа, оставаться при шерифе. Но вот здесь как раз-таки имеет смысл хотя бы попытаться на удачу выбить там какой-нибудь девайс. В любом случае, закуп на следующий раунд будет. И в любом случае, на этот закуп мало повлияет засейвленные первая армора и шериф. А вот Лети действительно имеет смысл сейвить. Но тоже, может быть, ребята принимают такое решение. Потому что, ну, раз Лети сейвить, то уже смысла не втроем выходить им кажется нет. Ну, в общем, странно. Я просто не понял. Но, ребята, я как бы... Не я сейчас играю. Сейчас играют Малек и Вертекса. И они наверняка лучше понимают в этой игре. Я в этом не сомневаюсь. Ну-ка, что сейчас собирается делать Вокси? А неужели он агрессивно будет выходить в Вокс с оператором? И там уже сейчас пересечется с оппонентами. Итак, Мейсон, тем временем, в рукаве вместе с Лети будут готовы атаковать. А вот Малеки уже заходит через ковры. Итак, сейчас у Клауда есть ультимейт. И прокидывается ультимейт также от Савы. Минус Мейсон. Раск сразу же трейдит. Не дает реализовать Клауду свою кнопочку. Вместе с Джонни уже 2 кила. Неплохо, неплохо работают Малеки. Несмотря на то, что Энтри по ним дан. Но вот Раск продолжает воевать. Минус 2 от Бримстоуна. Итак, Спайк уже, в принципе, сложно будет поставить ребятам из команды Малек. Но вот Дэвилл разбирается с Раском. Итак, Валдпун. Нет, не вывозит Голби. Сейчас Голби на 8 хп может, в принципе, делать решающий фраг. Но Дэвилл продолжает воевать. Итак, живых остается только Вокси. И Вокси с оператором против Вандала будет сложно. Однако прокидывается Шайтан-машинка. И она уже выкурит со своей позиции игрока из команды атакующих. Тем не менее, не палится, не палится бридж. Ой, как неплохо заходит Дэвилл сейчас в бок Вокси. Это может быть легкий фраг, но Вокси выходит в плент. И тем временем самое главное Вокси понять, что сейчас происходит. Можно было уже догадаться, что зашел в сторону КТ игрок команды атакующих. Не слышит дифьюза? Почему Дэвилл дает это сделать и это должен быть? Нет, это клатч, это клатч. Ну, я уже испугался за команду Малик, что они сейчас должны это проиграть. До последнего не стрелял по оппоненту Дэвилл. И, если честно, видимо... Ну, про не фейкует, про не фейкует, правильно? Поэтому как бы... А вот раз про не фейкует, почему не прострелил? Видимо, недооценил. Подумал, что не про его оппонент. Тем не менее, вывез клатч для своей команды. Мы поздравляем Дэвила на лоу хп, он был тычковый. И, на самом деле, уже 8-9. И я напоминаю, что, учитывая то, что игра начиналась со счета 0-6, Малик просто превосходит сами себя. Итак, Летти уже не дают выйти на мидлейн. Тем временем, Вандипун. Минус по Вокси дается. Вокси, я так понимаю, нет. Вокси не засейвил оператора, он же умер, да. Вот, ну и Экараун для команды Вертекса продолжается. Раск довольно агрессивно выходит на шорт. Но там не будет оппонентов, да. Ребята из команды Малик полностью готовы заходить на поинт Би. Летти с оператором здесь могут быть проблемы у атакующих. Ой-ой-ой, Летти мог прострелом двоих забирать. Я вот уже готов был заорать минус 2, но почему-то, почему-то не дался, прошив игроку на стороне обороняющихся. Итак, Джонни, Ресайт Коледи. Здесь уже серьезное преимущество для Маликов. На самом деле, Вертекса, чтобы вывести это, нужно очень попотеть. Итак, Голд Би потихоньку перед тем, нет, просто ничего не дают делать Малике своим оппонентам. Душат, просто поставили ногу на горло команде Вертекса. Малике, и какой флик от Вандипуна. Что ж, 9-9, и вот уже счет сравнялся, и вот уже совсем не очевидно, кто на карте бинт фаворит, и кто на карте бинт победит. Прошу прощения за минуточку поэзии на трансляции. Тем не менее, почему нет, почему нет, почему не... Почему не посмотреть на равные матчи? Напоминаю, что первую карту Малике со счетом 13-4 выиграли, и здесь уже Вертекса показывают намного, намного более уверенную игру. Видим два оператора со стороны команды Вертекса, Мэйсон вместе с Вокси. Неплохо себя чувствуют с этими девайсами. Справедливо они тратят на него деньги, и эти деньги, я уверен, не потратятся впустую. Итак, Летти, ой-ой-ой, Летти, неприятный прострел. Дэвил не отпускает Летти, но здесь должен быть, да, Мэйсон оформлять фрах. Мэйсон, что же ты творишь? На развороте дает еще и пик по Клауду. Итак, в живых только два игрока команды Вертекса против троих у Маликов. В принципе, преимущество атакующих есть, однако оно не столь существенное, чтобы списывать со счетов команду Вертекса, но Малики, в принципе, такое количество раскидки дают по оставшимся игрокам команды обороняющихся, что на самом деле шансов делать какие-либо мувы у Вертекса очень мало. И, наверное, лучше вообще засейвить оператор. Да, ребята это и делают. Ой, Малики, ну лишний укинмейт. И, ой, Вокси, воюет. Есть пик по Джонни. И ребята могут уже дальше сближаться и воевать за то, чтобы выигрывать этот раунд, хотя, казалось бы, ушли на сейв. Итак, Скавров, оператор, чекает своих оппонентов. Вандипун может давать неприятные фраки, однако пока что не видит из-за количества смоков, где находятся его враги. И Вандипун, пик по Воксе, который летел, это должен был быть красивый флик. Тем временем дефьюз происходит и Вандипун. Ай, какой хэшшот. И 10-9. Малики забирают, наконец-то, преимущество на карте Бинт. Сейчас Вандипун не успел. Что? Он же запрыгнул. Он же запрыгнул. Как это возможно? Я уж... Ладно, видимо, пиксель все-таки какой-то остался еще недотелепортированным. И Вандипун, к сожалению, умер. Или нет? Или вот он с оператором вроде. Ну-ка, можем мы реплей, да? Мне вот интересно, попадет ли? Попадет ли, да? Попадет, мне говорят, в реплей момент, где Вандипун, где Вандипун пытается засейвиться. Ну-ка, успел или не успел? Ну, успел, но началась анимация телепортации, но не закончилась, да, видимо. Пиксели все еще оставались в зоне поражения бомбы. Тем временем ребята из команды Малик, в принципе, с той же позиции готовы открываться. Каждый раунд разворачивается по одному сценарию, и я абсолютно поддерживаю желание Маликов продолжать до тех пор, пока не перестанет работать, играть одну и ту же стратегию, потому что она приносит плоды уже в преимуществе Малике, и Клауд дает пик по лети. Однако, какой прокидывается ультимейт? Ответ на Бримстоун, и сейчас будут большие проблемы у Мейсона. Дэвил дает по нему фраг. Так и так, в живых четыре игрока команды обороняющихся, однако есть срез у Голдби, но Джонни сразу же это нивелирует фрагом по лети. В принципе, Спайк без проблем уже должен быть поставлен. Голдби спалили. Ой, как в Голдби Джонни вышел, и Джонни должен с этой позиции принимать еще оппонентов, но Раско не вывести так легко. Пик по Джонни, да, но в Оксе есть ультимейт. И, кстати говоря, еще ни разу, по-моему, за эту игру он его не заюзал, а ультимейт уже довольно давно. Ну и посмотрим, наконец-то, удастся ли реализовать эту кнопочку. Рейс опять, опять отступают ребята из команды Вертекса на сейв. Опять они не хотят лишний раз рисковать. Ну и на этот раз, на этот раз уже в любом случае, в принципе, вариантов каких-то других особо и нет. Если выбивать девайсы, то это, конечно, не целесообразно. Есть и арморы, есть и Калашниковы у ребят. Так что, да, вот второй армор у обоих игроков. Поэтому есть, что засейвить. И тем временем 11-9. А это уже серьезная заявочка на победу в сегодняшнем шоу-матче для команды Малик. Что ж, посмотрим, удастся ли им. Потому что я напоминаю, что право только на одну ошибку у команды Вертекса. Закуп не самый завидный. Видно, что Раск будет играть со Спектром, два Бульдога. И, в общем, да, конечно, сейчас это может быть, в принципе, легкий для Маликов. С другой стороны, конечно, это не совсем без зуба. С Бульдогами абсолютно спокойно можно воевать. Но, тем не менее, тем не менее, это не то, что ты хочешь видеть в раунде, который настолько близко к разрешению этой игры. Итак, Колиди чекает своих оппонентов с дрона. Уже готовится опять в ту же позицию Малики. Но вот здесь уже, я подумал, ну, может, изменят они своей привычной стратегии. Нет. Опять Летти, опять Малики. Опять пересекаются все в той же позиции. Здесь Летти отгораживается при помощи стенки. Как только она заканчивается, Клауд уже готовится заходить вместе с Девилом. Однако Летти уже отступил назад и будет готов с нижней позиции принимать оппонентов. И Клауд дает по нему пик. Итак, Энтри есть для команды Малик. Дальше пушить довольно сложно. Огромное количество раскидок от вражеской Сейдж. Но здесь Джонни, пик по Голд Би. Пытается дальше воевать вовсе. Атака не находит фраг и Раск находит. Наконец-то пик по Джонни. Вайлд Пан вместе со своим оператором выходит. Здесь, да, слишком, слишком много для команды Вертекса пиков идет. И в живых уже только Снайпер. Ну, здесь, конечно, вывозить практически невозможно для Вандипуна. Если только что-то невероятное не произойдет. Но его еще и спалили. И, в общем, да, да. Вандипун лучше отступить назад. Лучше засейвить оператор. Это действительно ценный девайс. Это много денег. Ну, почему нет? Ну, почему он продолжает воевать? Сейчас, тем не менее, посмотрим, насколько успешно у него удастся это сделать. И так сейчас мог словить неприятный тайминг. Потому что уже готовился. Готовился обороняющийся выходить со стороны КТ. И здесь, да, легкий пик для Раска на лоу хп Вандипун. Конечно, вывозить это было практически невозможно. Ну, и десятый раунд отдают все-таки своим оппонентам ребята из команды Малик. Однако, ну, здесь Вандипун мог, по крайней мере, оставаться с оператором в руках. И так, кстати, в чатик вот прокидывается информация по Маликам. Максимально мультинациональный состав. Европейский коллектив. Европейский, как я это сказал. Заморский коллектив пожаловал к нам в губернию под названием Оркскап. Итак, Голдби отгораживает своих оппонентов, которые попытаются зайти через лонг. Тем временем, Малики все в тех же позиции, все на тех же ролях. Лети опять на коврах, готов их принимать. Голдби прокидывает неприятную раскидку и сейчас может принимать дальше 2 килла. Лети даблкил. И в живых остается только один игрок команды Малик. Колиди, конечно, в неприятном положении. Его пытаются прошить через Маки. Вот уже армор ему покоцали и ХП просадили. Колиди, конечно, вывести это практически невозможно будет. Тем более, что все оппоненты знают, где он находится. И воевать в таких условиях практически нереально. Лети. Решающий пик по Колиди. И здесь ребята из команды Вертекса могут легчайшим образом выходить на 12-й выигранный раунд. Потому что нет, не могут. Два раунда подряд проигрывают Малики. Но у них так хорошо все по экономике, что они все равно закупаются нормальными девайсами. Два Бульдога. Это единственное, на что их зафорсили ребята из команды Вертекса. Дальше, если Малики проигрывают, то, конечно, проблемы уже начнутся серьезные. Потому что в шаге от победы окажутся Вертексы. И если им придется 13-й раунд добивать по оппонентам, которые играют Эко, это будет для них просто невероятно комфортно. Сейчас вдвоем Лонг уже готовы принимать Вертекса. Мэйсон с оператором. Ребята из Малик в очередной раз выходят на поинт Би. В очередной раз с таким же делением. Трое на ковры, двое на Лонг. Ну и ни разу я, по-моему, еще не видел перетяжки от Маликов. Возможно, Вертексы уже адаптировались. Мы видели два раунда, они забрали. И вот сейчас должен быть звоночек для Маликов. И, наконец-то, да, как будто слышат они меня, перетягиваются на поинт Эй. На поинте их готовы принимать тоже два оппонента. И, в принципе, Летти заходит в этой клетке, его могут забирать и прямо в Малик. Ай-яй-яй, Летти, однако, перетягивается, неплохо сейвится. И, тем не менее, оставляет в меньшинстве своих тиммейтов на поинте Эй. Сейчас ребята, в принципе, эффективно могут принимать оппонентов. Ой, Вокси, какой хороший пик по Клауду, даже без распрыжки дал пик. Однако у него лоу хп, Джонни дает пик по оппоненту вместе с Колледи. Дабл килл, и так, ой, все на лоу хп из команды Вертекса. Их можно очень легко разбирать. Итак, тем временем, Вокси продолжает воевать и прострелом забирает Ванги Пуна. Живых два игрока команды Малик. Спайк стоит и у Дэвила лоу хп. Но Дэвил, в принципе, знает, что делать. Нет, не дай имел Колледи. Однако его оппонент был на лоу. Ну, почему не хватило ему довести немножечко вправо? Это большой вопрос. И вот сейчас реальные шансы на победу в этой карте есть у команды Вертекса 12-11. Какое невероятно равное противостояние. Здесь Малики не должны были проигрывать раунд, потому что слишком много на кону. Но Малики проигрывают три раунда подряд, и все равно у них есть экономика. Они ставят спайк, они убивают оппонентов. И в итоге даже проигрывая раунды, они остаются, в принципе, в более-менее комфортном положении. И сейчас уже вынужден, конечно, в Альдпун играть с Аресом. Но, как бы, это то, чем ты платишь за то, что пикаешь оператор. Итак, Летти все на той же позиции. И сейчас довольно агрессивно готов походить пикать мид. Ой, какой флик от Летти. Неплохо, минус Дэвил. Сейчас Клауд продолжит контролировать ковры. Однако Джонни отлично, у него есть Рес. Ребята в большинстве, точнее, ну, в пятером, в полном составе из команды Малик готовы дальше атаковать. На Point B лучше не заходить, там три оппонента готовы принимать. Сейчас из ТП выезжает дрон, однако он ничего не приносит игрокам команды Вертекса. И перетяжка осуществляется опять на Point A. И так, продолжается игра. Малики, смоки, огромное количество раскидки на Point A прокинута. Спайк уже установлен, не удалось помешать это сделать своим оппонентам ребятам из команды Вертекса. Тем временем Летти без раскидки, но у него есть две флешки, в принципе, этого может быть достаточно, чтобы уже разбираться с оппонентами. И так Летти просто стояла ФК, почему? Сейчас Дэвил абсолютно закономерно дает по нему пик, но Мэйсон сейчас выходит в лампу Колледи. Его забирают вместе с Джонни, даблкил. В живых два игрока команды Вертекса, они в меньшинстве. И можно сказать, что преимущество у Маликов. Посмотрим, удастся ли им его реализовать. Итак, Малеки тоже вдвоем успели по ним дать фраг. Сейчас Раск пытается найти оппонента на шарте, спалился. Он, ой, какой прострел! Но Валдпун не может найти по нему фраг, наконец-то, минус Раск. И так Вокси на таком лоу хп, что, в принципе, выиграть это практически невозможно. Клач от Вайлдипуна, но очень были близкие ребята из команды Малек к тому, чтобы это проиграть. И на матчпоинт выводится это противостояние. Посмотрим, посмотрим, чем же это закончится. У всех 5000. Все без девайсов начинают этот раунд. И сейчас все решится на 25-м раунде. Впервые 12-12. Ну так надо почаще заходить на Оркскап. Вообще почаще смотреть турниры. На турнирах всегда самые близкие игры, самые интересные. И 12-12 тоже нередкий гость на любых турнирных играх. Особенно на играх Оркскап. Тем временем Мэйсон опять на своей позиции. Вокси уже дает пик по оппоненту. Минус Вайлдпун. И лети, ой, 2 кила для команды обороняющихся. Дэвил потрейдил. Однако в меньшинстве все еще ребята из команды Малек. И так Мэйсон ждет оппонентов, которые выходят через ковры. В Мэйсона неприятная раскидка. Он не может ничего чекать, и Дэвил в принципе отгорожен двумя стенками. И спокойно может савить спайк. Это Колди дает пик по Голдби. Сейчас нет ультимейтов, не стоит ни с другой стороны. Матчпоинт. Тем временем Вокси готов под раскидку дальше пушить. У него неприятная флешка. Колиди понимает, что с той стороны, куда он смотрит, есть оппоненты. И имеет смысл дальше продолжать это чекать. Но вот там Вайлдпун вместе с оператором. Дэвил уже разбирается с еще одним обороняющимся. И в живых только Вайлдпун вместе с Вокси. Джонни пик по Вокси. Но Мэйсон продолжает воевать. Отличный фраг с оператором. И так он знает, где находится Сова. Его уже спалили, но здесь Дэвил решающий пик 13-12. Невероятное противостояние на карте. Бин заканчивается победой команды Малик. И победой в этом шоу-матче тоже для них. Итак, поздравляем команду Малик. И они получают свой заветный приз, которого хотят все команды. Да, они получают квоту. Поздравляем команду Малик с невероятной победой. 13-4 на карте Плит. 13-12 на карте Бинт. Какой невероятный матч мы сегодня наблюдали. Но именно Малик получает слот в топ-16 турнира Оркскап Викли-8. Ребята из Европы заслужили это. И у нас, кстати говоря, уже две команды из Европы будут играть. Поэтому не пропустите это. А команда Малик заслуженно получает лавры чемпионства. Тем временем их оппоненты отлично себя показали. Особенно на второй карте был реальный шанс забирать. Но Малик начало 0-6. Потом вывозит на 10-10. И дальше все в решающей чехарде по раундам заканчивается. Победой европейского коллектива. Итак, ребята. Я напоминаю, что чтобы не пропускать наши шоу-матчи, подписывайтесь на данный твич-канал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Чтобы не пропускать анонсы турниров и шоу-матчей Тайм. Также мы там пишем новости. Иногда новости из мира турнирного Валоранта в СНГ. Пишем анонсы команд, в которых мы выкладываем всю информацию, которую мы можем найти по командам. Стараемся это делать своевременно. Ну и там вы можете найти ссылочку на регистрацию на наш турнир Оргскап Викли 8, который начнется уже завтра в 6 ПМСК. А до 6 ПМСК вы все еще будете способны регистрироваться. Поэтому не упустите свою возможность сразиться против таких крутых команд, как, допустим, команда Малик. А для вас сегодня работали Игорь Хеликс-Мещеряков, который лил вам в уши слова на русском языке. Вождь на правом глазе, Буран на левом глазе, руки и ноги лэфтап, голова Вариан. И мы с вами увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok